Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь притчу сию, уподобися Царство Небесное человеку Царю, иже восхоте стязатися ословеси с рабы своими, наченшу же ему стязатися, приведоши ему единого должника тьму и талант, неимущу же ему воздати, повеле и Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имееши и отдати. Пад уба раб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердовав же Господь рабата го, прости его, и долг отпусти ему. Ишед же раб твой, обрети единого клеврет своих, и жебе должен ему стом пенись, и ем его давляши глаголя, адашми, им жими есть должен. Пад уба клеврет его, на нозе его, моляши его глаголя, потерпи на мне, и вся воздамти. Он же не хотяши, но ветвь сади его в темницу, донди же воздаст должное. Видевши же клеврети его бывшее, сжалишися си зело, и пришедши, сказаши господину своему вся бывшая. Тогда призвав его господин его, глагола его, рабий лукавый, весь долг он отпустих тебе, понежи умолимя. Не подобаши ли и тебе помиловать и клеврета твоего, якажи и астя помиловах, и прогневася господь его, предади его мучителям, донди же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой небесный сотворит вам, ащи не отпустите кожда брату своему от сердец ваших, при грешении их. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, 16 августа. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Раб же тот, выйдя, государь, умилосердовавшись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призвал его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешений его. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздничный воскресный день слышим мы с вами. Это притча о двух должниках. И важным пунктом этой притчи является контраст между долгами двух этих людей. Раб был должен своему государю, как говорится в Евангелии, 10 тысяч талантов. Напомню себе, что талант был самой большой денежной единицей, которая равнялась 3 тысячам сиклей или 12 тысячам динариев. Таким образом, 10 тысяч талантов были равны 30 миллионам сиклей или 120 миллионам динариев. Это был огромнейший долг, и, видимо, здесь специально Господь приводит такой контраст между этими долгами. Этот долг был трудно себе представить любому слушающему. То есть, давайте сравним и представим себе, что весь доход с провинции, включавшей и Думею, и Иудею, и Самарию, составлял всего лишь около 600 талантов. А весь доход даже с более богатой провинции Галилея равнялся всего 300 талантам. То есть, этот доход был в разы просто больше, чем долг, точнее, был больше, чем доход тех, кто управлял этими областями Палестины. Можно себе представить вот такие суммы. Отсюда другой раб, который был своим государем прощен и помилован, должен был своему собрату не так много. Ему были должны всего лишь 100 динариев. То есть, отношение между 120 миллионами динариев и 100 динариями, ну, разница просто колоссальная. Итак, разница в долгах огромная, и вся идея этой притчи заключается как раз таки в том, что эта притча проецируется на наши отношения с ближним, с одной стороны, и наши отношения с Богом. То есть, перед Богом мы оказываемся, ну, скажем так, бесконечными должниками. Бесконечными должниками. И, тем не менее, Бог прощает нам все это. Здесь открывается и заключается нам идея отношений между Богом и между человеком. И эта отношения, и эта идея отношений, она выстраивается и проходит красной нитью через все Евангелие, через весь Новый Завет. Господь говорит, что наше отношение к ближнему являет и показывает нам наше отношение к Богу. И отсюда отношение Богу к нам будет таким же, каково и отношение наше к ближнему. Вспомним молитву Господнюю, молитву Отче нашу. Там говорится, Господи, прости мне прегрешения мои, оставь мне долги мои, как и я прощаю и оставляю должником моим. То есть, вот, параллельный момент. Господи, оставь мне мои прегрешения, как я прощаю долги и прегрешения ближних моих. Без этого никакое отношение с Богом у нас выстроено быть не может, если наше сердце озлоблено, если мы не прощаем своему брату, не прощаем долгов, не в прямом смысле, но в переносном, да, в какой-то степени. То есть, не прощаем греха. Милость и милосердие – одно из принципиальных категорий добродетелей новозаветных и особенных добродетелей всякого христианина. Блаженные милостивые, Господь говорит, то есть, блаженные те, кто совершает милость и милосердие. И в этом находится, и открывается человеку блаженство. Мы, если мы не можем простить своему собрату его грех, его прегрешение, то тогда мы не должны удивляться тому, что Бог оставляет на нас наши грехи. То есть, залогом нашего помилования является наше доброе, искреннее и милостивое, милосердие отношение к окружающим людям. Поэтому, скажем так, христианин всегда отличается вот этим качеством. А это есть некое свойство или, повторимся, качество любви. Ведь в мир приходит Господь, и Он научает человека любви. И эта любовь, она милующая, милосердствующая каждому человеку. Эта любовь открывается каждому. Каждому дарит свою любовь Господь. И каждый может ее принять. И Он говорит, поступай так же, делай так же, следуй за Мной. Господь всех нам говорит, встань и иди за Мной. То есть, научись быть таким же. Потому что здесь во Христе мы видим идеал жизни человека. Да, идеал может быть местами недостижимый для нас. Здесь, людей, скажем так, живущих во многих страстях, пребывающих в греховном состоянии. Но к этому идеалу мы должны стремиться. И посмотрите, Господь говорит в Священном Писании, не суди и не судим будешь. Каким судом судишь ты, таким и ты сам осудишься. То есть, ты, когда совершаешь суд над человеком, ты, получается, одновременно судишь и сам, самого себя перед лицом Божиим. Тот святой человек никогда не скажет о грехе своего ближнего. Потому что он осознает и понимает свою нищету духовную. Отсюда-то и начинается путь блаженства с осознания и понимания своей духовной нищеты. Вот к чему зовет нас Бог. Он говорит, пойми, в каком состоянии находишься ты сам и будь милосердным своему ближнему. И тогда Бог будет также милосердным к тебе самому. Делай дела добра, твори добро в этом мире, и оно вернется к тебе. И Бог также совершит добро и будет совершать добро в отношении тебя. И ты будешь долголетен. И все те заповеди, которые ты исполнишь, они принесут тебе благой плод. Вот почему такое огромное значение и место занимает милосердие и милость здесь, в нашем мире. Мы не имеем права никого судить. Потому что не знаем ни человека, ни его сердца. Но мы имеем право совершать милость и милосердие здесь. Вот что и какой закон устанавливает в этом мире Господь. Как Бог прощает нам, так же и мы должны простить любого ближнего, как бы тяжело это нам ни было. Но это наше христианское призвание, и это то, через что открывается нам Бог. И это то, через что мы сможем заслужить по-настоящему прощение перед очами Божьими. И в конечном счете достигнуть по-настоящему Царство Небесное. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздничный воскресный день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Матфея, 18 главу, с 23 по 35 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok